В МРИЭЛ торжественно открыли год педагога и наставника. Юрий Зайцев вручил заслуженные награды учителям, а педагоги на тематических площадках уже начали вести профессиональный диалог, ключевые слова которого – учить, вдохновлять и развивать. В год педагога и наставника со словами благодарности к своим учителям может обратиться каждый житель МРИЭЛ. Мария Шевкунова продолжит тему. Каждый выдающийся ученый, строитель или врач, когда-то сидел за школьной партой. Именно со слов наставника начинался путь к большим свершениям. 2023 год – время сказать своим педагогам и наставникам спасибо. Это оборудование предназначено для того, чтобы записывать образовательный курс для студентов, школьников. Здесь также можно снять поздравления, визитку, конкурсное приветствие. Для того, чтобы записать видеокурс, нам всего лишь необходимо использовать два инструмента. Это кликер, который запускает наши слайды, и бесцветный маркер, который мы можем работать по стеклянной доске. Мы можем порисовать текстовый делителем, либо карандашом, можем что-то подчеркнуть. Дальше мы можем это закрепить и взаимодействовать этими надписями. Все современные технологии уже есть на вооружении Центра опережающей профессиональной подготовки республики. Это новодел региона, нацпроект образования в действии, в день открытия в Мариел года педагога и наставника. Именно эта площадка объединила тех педагогов, кто помогает в школах профессионально самоопределиться с современным детям. Что могу и что хочу, вот это вот надо пробудить в ребенке, вот эта любознательность. Это, по сути, единое окно, обеспечивающее рабочими кадрами республику. Все самые современные методики работы Центр представил учителям, чтобы поделиться с ними инструментами и наладить совместную работу. Фотофестиваль, посмотри. Участники поспособствуют экологизации пространств. Одна из площадок дискуссии педагогов и воспитательный потенциал российского движения детей и молодежи – Движение первых. Оно позволяет школьникам проявлять свою инициативу, а учителям найти новые точки творческого роста. Поскольку в движении первых 12 основных направлений выделено, в каждом направлении предлагается достаточно большое количество различных и проектов, и акций, и конкурсов, для того, чтобы была разная возможность участия. Есть индивидуальное участие, кому это удобнее, есть командное участие, кому важно именно в коллективе достигать результатов. Цветы и фото на память. В этот день в Театре оперы и балета представители педагогических династий Мариэл, заслуженные учителя, победители и призеры всероссийских конкурсов. Всего более 300 человек. Год педагога и наставника в республике торжественно открыт. Два! Один! Старт! Нынешний, 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника. Решение посвятить этот год воспитателям, учителям и всем, кто передает подрастающему поколению знания, мудрость, теплоту своих сердец, еще раз подтверждает значимость наставнического труда. Быть педагогом даже не профессия, призвание. Не только передавать детям знания, но и вкладывать в них душу, быть наставником. Ключевая задача – признание особого статуса учителя. Чтобы не забывали, это одна из самых почетных профессий. Глава Мариэл Юрий Зайцев, вручив звание народный учителям, почетные грамоты, благодарственные письма, подчеркнул миссию учителя – раскрывать способности и талант каждого ученика. Именно от вас, уважаемые педагоги, во многом зависит, какими вырастут наши дети. В Республике Мариэл много прекрасных, талантливых учителей. Вы задаете высокие стандарты системы образования. Правительство Республики Мариэл прикладывает максимум усилий для развития преподавательских традиций региона, совершенствования инфраструктуры образовательных учреждений, создает условия для профессионального роста, благополучия и социальной стабильности педагогов в Республике. В регионе создана система целевого обучения будущих педагогов. Функционируют педагогические классы. Предусмотрены региональные льготы для молодых специалистов и работников сельских территорий. В числе награжденных и Галина Никитина, учитель русского языка и литературы по Марской школе. Стаж работы почти 30 лет. Говорит, учителем мечтала стать с детства. С детства мечтала стать учителем и думаю, что я выбрала правильный путь. Большое спасибо, конечно, хочу сказать своему наставнику Симсееве Алифсине Михайловне, которая учила меня русском языке и литературе, привела любовь к литературе. Кстати, сказать спасибо любимому учителю может любой житель Мариэл. В рамках федеральной акции «Учить, вдохновлять, развивать». Для этого достаточно на личной странице в соцсетях разместить видео со словами благодарности тому, кто поддержал, помог выбрать профессию или вдохновил собственным примером. В республике Мариэл год педагога и наставника также имеет особый статус. Оргкомитет, который организован при правительстве, возглавил глава республики Юрий Викторович Зайцев. И в рамках всех мероприятий, которые пройдут в этом году, конечно, особую роль занимают проведение Большой учительской недели. Это проведение как традиционных конкурсов, так и новых мероприятий, которые уже прошли. Как, например, первый форум классных руководителей или первый родительский большой форум, которые получили достаточно высокую оценку на федеральном уровне. Год педагога и наставника приурочен к 200-летию со дня рождения Константина Ушинского, народного учителя, который когда-то сказал, что педагогика – не наука, а искусство. С этим сложно спорить даже два века спустя. Ведь у каждого человека наверняка есть свой наставник.